Сегодня я приготовлю свой самый любимый десерт. Это крем-брюле. Он настолько прост, что, конечно, я его готовлю, это просто как-то из этого поворачиваться. На самом деле он готовится сам, практически. Полвитра слива. Самых жирных сливок, которые вы можете найти, 33-22%. Если у вас нет под рукой ванильной палочки, то можно использовать ванильный сахар. И все вот это вот. Я так буду кипения. Пока сливки закипают, мне нужно разделить 8 яиц на желток и белок. Мне нужны для крем-брюле только желтки. Это можно делать вот так вот, при помощи скорлупки. Раз. Если по какой-то причине у вас не получается делать это помощью скорлупок, можно сделать это вот так, рукой. Белки можно использовать, например, для приготовления безе. или омлетов диетических, только из белка. Сюда в желтки я добавлю 150 грамм сахара. Теперь мне нужны эти желтки с сахаром взбить. По сути, это гугли-моголь, правильно? Сливки закипают. Сейчас мне нужно будет соединить сливки и желтки. Делать нужно это аккуратно, потому что если вылетит просто горячий сливки, желток, то он свернется. Я буду сравнивать температуру. Все, стихи закипели. И небольшими дозами, по чуть-чуть, буквально несколько капель сливок горячих, и размешиваю. Сливки и размешиваю. Постепенное уравнивание температур желтков и сливок. Когда примерно половина сливок уже смешалась с желтками, и видно, что желтки не свернулись, можно достаточно быстро свить все остальное. Особенность крем-брюля заключается в том, что он готовится на паровой бане. Что такое паровая баня? Это поднос достаточно глубокий, для того, чтобы можно было в него поставить формочки, вот эту формочку, в которой я буду делать крем-брюля, и налить воды, чтобы с одной стороны она не попала, не обливалась из-под носа, а с другой стороны, чтобы она перекрывала формы именно до того места, до которого у нас налит масса. Так, я разливаю по формочкам крем-брюля. Добавляю сюда горячую воду, которая только что закипела. Добавляю не в формочки, а рядом. Таким образом я и создаю эту самую паровую баню. И сейчас я отправлю их в духовку. Но нам нужно, чтобы вода стала все время горячей. Вода должна быть примерно 90 градусов при таком способе приготовления. Экспериментальным путем было установлено, что для того, чтобы в паровой бане вода оставалась при температуре 90 градусов, духовка должна быть настольная примерно на 140-150 градусов. Для формочек такого размера, а в каждой из них примерно 100 грамм массы, достаточно будет 20 минут в духовке. После чего эти розетки нужно достать, остудить и дать им поставить в холодильнике, пожалуй, ну, несколько часов. Поэтому я сделал заранее крем-брюля в чуть более крупной формочке. Выглядит это вот так. То есть оно застыло. Он, крем, застыл. И не даром он называется брюле, то есть он сжженый. Это сжженый крем, который перед подачей сжигают. Для того, чтобы правильно сжечь крем, нужна горелка, зажигалка и сахар. Теперь, собственно, сам процесс сжигания. При обращении обычного крема, крем-брюле. Делаю я это аккуратно, чтобы не сжечь дом, себя и чтобы сахар не перегорел. То есть я долго в одно место не жгу. Я люблю, чтобы корочка была толстой. Поэтому в процессе я добавляю еще немножко сахара. У нас получилась карамель фактически. То есть сахар расставил и карамелизировался. Можно украсить веточкой мяты. А можно и не делать этого. Потому что сейчас я это буду есть. Я воткнул ложку и вы увидите, как ломается сама вот эта корочка крем-брюле, корочка крем-брюле, которая есть, на мой взгляд, самая занимательная и классная часть этого десерта. вот она корочка. Можно пробить лошади. Крем-брюле – это не мороженое, завернутое в кусок файги. Крем-брюле – это замечательный десерта. что-то, можно сказать. Обалденно! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok